В рамках выполнения государственно-целевой программы, утвержденной постановлением правительства ЛНР, на объектах жилого фонда и социальной сферы Красного Луча и подведомственных городской администрации территорий запланированы и проводятся работы. Конечно же, приоритетом в первую очередь для нас являются объекты социальной сферы. Так, в 2021 году проводятся капитальные ремонты на пяти объектах управления образованием. Это две школы, два садика и один объект дополнительного образования, такие как Краснолучская школа номер 14, Петровский ослесат номер 1 Барвинок, Краснолучская школа номер 9, Краснолучский ослесат Аленушка номер 57 и Краснолучский дворец творчества детей и юношества. На данных объектах запланированы такие виды работ, как усиление строительных конструкций, капитальный ремонт кровли, системы канализации, а также ремонт оборудования газовой котельной. Выполнение запланированных программ и работ позволит создать комфортные условия 422 школьникам, которые обучаются в данных школах, а также порядка 250 детей, которые посещают садики. Во Дворце творчества детей и юношества в этом году запланировано провести работы по кабинетальному ремонту кровли. Давно мы эти работы планировали провести и благодаря государственной инициативной программе эти данные виды работ можно будет выполнить в этом году. И по данному учреждению это очень важно, потому что данное учреждение обеспечивает дополнительным образованием порядка 1100 детей, которые являются участниками двух творческих коллективов, а также 69 кружков разной направленности. На данный момент по всем запланированным работам завершена разработка проектно-сметной документации и получены положительные заключения экспертизы. По Краснолуцкой школе номер 14 уже проведены открытые торги, и по результатам которым уже заключен договор подряда и уже начато выполнение работ на данном объекте. Работы в школе номер 14, расположенной в поселке Шахта Новопавловская, начались 15 апреля. Это второй этап капитального ремонта по усилению кирпичных стен стальными обоймами и усилению наружных стен и цоколя, а штукатуриванием по сетке. Первый этап состоялся осенью 2019 года и включал в себя укрепление обоймами верхней части здания. В общей сложности капитальный ремонт строительных конструкций здания школы предполагает три этапа. Основными причинами дефектов и повреждений является систематическое подтопление и сброс грунтовых вод. Директор учебного учреждения рассказала, что во время проведения ремонтных работ школа работает в обычном режиме, и безопасности детей уделяется особое внимание. На остальных объектах управления образованием после проведения процедур запланировано в апреле месяце заключить еще два договора на строительные монтажные работы и три договора планируется заключить уже в мае месяце. В 2021 году также уделено особое внимание объекту культуры – это Краснолуцкий музей боевой славы на реке Милус. Этот объект является основным центром патриотического воспитания не только для жителей нашего города, а также местом проведения патриотических мероприятий республиканского уровня. Такие, как ежегодная туриада, которая собирает многие представители городов на нашей территории музейного комплекса. В этом году будут проведены работы по замене силового питающего кабеля музея. Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда в 2021 году реализовано в части усиления строительных конструкций многоквартирного жилого дома, расположенного в городе Петровское по улице Ленина. Работа по восстановлению разрушенной наружной стены, усилению плит перекрытия, балконных плит, ремонту кровли уже начались. В мае запланировано их завершение. На сегодняшний день процент выполнения по данному объекту составляет уже 80%. Выполнение работ по усилению строительной конструкции на квартирного жилого дома позволит предотвратить дальнейшее разрушение жилого дома и создать нормальные условия для проживания уже жильцов, которые находятся и проживают в данном доме. Также в многоквартирных жилых домах Красного Луча и Петровское ведутся работы по восстановлению остекления. Это 23 объекта муниципального жилого фонда, поврежденных в результате боевых действий. На сегодняшний день работы выполнены уже на 17 объектах. Всего установлено сейчас металлопластиковых окон порядка 88 единиц, и стеклопакетов около 41 единицы. Работы начаты по штукатуриванию и продолжаются откосов. На 6 домах они уже выполнены, на 4 домах продолжаются. По данному направлению процент готовности у нас составляет 70%. С целью ускорения сроков по реализации мероприятий по жилфонду и в части усиления строительной конструкции по Ленина 36 города Петровского, а также по восстановлению остекления, по данным мероприятиям были проведены проектные работы еще в 2020 году, чтобы данные работы были быстрее реализованы в 2021 году. Заместитель главы администрации рассказал, что работы по реализации государственных целевых программ выполняются согласно ранее утвержденных дорожных карт. Новости телеканала «Луч».